Добрый вечер всем и большая благодарность всем, кто собрался фактически накануне Песоха. Сегодня седьмое число месяца Ниссана, когда закончилось наказание темнотою, и все сыновья Израиля, кто хотел выйти из Египта, отправились в землю Гошин, чтобы там приобрести барашка или козленка, потому что за четыре дня до Песха нужно было, чтобы он уже был в доме. Почему пошли в землю Гошин? Потому что египтяне поклонялись скоту, и пользоваться им для жертвоприношения Всевышнего было невозможно. В земле Гошин жил Калем Леви, они пасли скот, и у них можно было приобрести козленка и ягненка и привезти его в свой дом. Это сегодня седьмое число месяца Ниссана. Я напоминаю, что все свои занятия я посвящаю жене, которая ушла из жизни где-то полтора года назад. И постоянно говорю, пусть упоминание ее имени будет и благословением, и вдохновением для всех. То, что я посвящаю уроки ей, это справедливо, потому что мы сегодня воспользуемся с текстами Ишаяху, которую мы вместе с ней переводили много-много лет назад, постарались сделать перевод книги Ишаяху адекватный. Сегодня я с вами хотел несколько оторваться от исторического власта. В прошлый раз мы сделали экскурс в пророка Амоса, который пророчествует в то же время, может быть, начал пророчествовать раньше Ишаяху, и очень емкие образы, относящиеся к той эпохе. Видно, что он перекликается с Ишаяху. Сегодня я хотел несколько оторваться от исторического плана и посмотреть, что хочет нам сказать пророк, какой мессер, так сказать, какое сообщение через многие века он хочет послать нам. Пророк Ишаяху пророчествовал на протяжении 80 лет, но его мнение не изменилось. Говорят, что он пророчествовал 40 лет, это правильно, какие-то годы он не пророчеством. Мы уже представляем себе, что он говорил во времена Узиягу, Йотама, Ахаза и Хискиягу, и можем сказать, что он попытался говорить во времена Минаше. И Минаше, его внук, злодей, казнил, расправился с Ишаяху. Мы обязательно вернемся к этим моментам, которые также связаны с пророчеством Ишаяху, с его позицией. Сегодня такая попытка, и я призываю всех принимать участие активное и высказывать свое мнение. Мы откроем с вами, зацепимся за какие-то моменты и постараемся сделать шаги в сторону для того, чтобы попытаться понять, что говорит нам пророк, что он, так сказать, хочет от нас. У меня просьба к Натану сделать меня, Штер, сделать Сахкост. То есть, Натан, алло, 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 если слышишь, то, пожалуйста, сделай меня, так сказать, соучастником. Ну, хорошо, ладно, если Натан нас не слышит, давайте мы попробуем с ним все-таки связаться, потому что это будет гораздо удобней. Вот, одну секунду. Если у кого-то какой-то есть доступ к Натану, помогайте уже на данном этапе. Сейчас, секунду. Вот. И, секунду. Просто хотелось бы все-таки иметь текст перед собой, и это было бы гораздо удобнее. Ну, хорошо, ладно. Алло, Натан? И, если можно, сделай меня соходством, соучастником. Давай, 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 продолжаем. Спасибо большое. Так, я прошу прощения за техническую задержку. И мы с вами открываем. Открываем. И, несмотря... Сейчас, секунду. Секунду. Несмотря на то, что я вывел на экран то, что мне было нужно. Ну, слава Богу. Все. Значит, мы продолжаем. Да. Вот. И мы с вами зацепимся за 29-ю главу. И здесь пророк говорит, да. Он разговаривает с людьми, упрекает их за непонимание Торы, сравнивает их учения с разговором людей, сильно выпивших, говорит такие неприятные вещи, как «Ибо все столны полны блевотины, и с упражнениями нет чистого места». Понятно, что это не очень приятно слышать, но я думаю, что и пророку это не очень приятно говорить, но просто уже не остается других слов, чтобы затронуть душу, привлечь внимание и заставить задуматься. И люди как бы отвечают пророку и говорят ему, кого он учит по знанию и кому разъясняет услышанное пророчество. Младенцев, отвлеченных от молока, отнятых от груди. Он пришел разговаривать с теми, кто все хорошо знают. Те, кто соблюдают заповеди, те, кто делают правильные вещи, что он от нас хочет. Действительно, что он хочет. Пришел бы Ишаяу сегодня, говорят, что пророчества записаны только те, которые имеют отношение ко всем временам. И это обращение к нам тоже, ко всем, не ко всем, упрек или напоминание. Но это должно звучать для нас, и мы должны понять, что он хочет. Давайте попробуем это сделать на примере для того, чтобы прочувствовать этот диалог Ишаяу с его поколением. Вот мы представляем себе... Это, конечно, эпоха несколько позже, но проблемы остаются и даже усугубляются. Мы представим себе Гелат Истер, свиток Истер, который весь, как бы от начала до конца, является упреком тем евреям, которые не воспользовались в 370 году до этой эры возможностью подняться в землю Израиля, когда была декларация Корыша, остались в Бабеле и утратили как бы смысл. Гелат Истер рассказывает в основном, если вообще не только, о людях, которые соблюдают заповеди. Мы видим это из обращения Аммана к Ахашвирошу. Амман говорит Ахашвирошу, вот есть один народ, среди народов царства твоего, Мефузару, Мефурат, разбросанный и рассеянный, и у них своя религия, и законы царя они не исполняют. Медраж говорит о том, что сказал Аммана к Ахашвирошу. Он сказал ему, что если муху упадет в бокал, они выплеснут муху и будут пить вино. А если царь дотронется до бокала, то они вино пить не будут. Речь идет о том постановлении, которое Даниэль, пророк Даниэль распространил на всех евреев, находящихся в изгнании, не пить вино, которому прикоснулся не еврей, потому что в то время вино возливали в честь идолов, обязательно отливали немного на землю или посвящали идолам прежде, чем его пить. И фактически вино было запрещено, как то, что посвящено идолам. Но дело даже не в этом. Я напомню просто формальный закон. Мы здесь видим какую-то очень интересную обстановку. Прежде всего Аман говорит правду, потому что с царями не шутят, царям не лгут. Он пошлет и проверит, и если окажется, что это не так, то Аман будет строго наказан. И мы понимаем, что это реальная вещь, что так оно и происходит. То есть люди готовы отдать жизнь за заповедь, за то, чтобы не нарушить запрет. То есть это высочайший уровень. Что можно от них еще хотеть? Что можно еще требовать от людей, которые находятся в изгнании? Но, скажем, Гемара Сенгедри и весь рисунок Гелат Истер, он говорит о том, что при формальном соблюдении, что было утрачено, что было утрачено. Самое главное, Раби Шимон Барьюхай говорит, за что было наказано то поколение. Наказание то, что нависла такая угроза полного уничтожения, само по себе уже наказание, за то, что получали удовольствие на пиру. Пир, который описывается в начале Гелат Истер, события происходят примерно через 8-9 лет после лекарции Короша, то есть где-то в 3061 году до этой эры происходит это событие. И вот сыновья Израиля сидят на перу, а Хашфирош рассказывает в одеждах первосвященника. Они пьют и едят кошерную пищу, потому что Хашфирош организовал кошерное для евреев, и все представляется нормальным, все представляется в порядке. Может быть, мы уже обсуждали эту тему, но я не случайно к ней возвращаюсь, потому что она наиболее ярко помогает представить себе, что есть средства и есть цель. И иногда средства, иногда средства, такое бережное отношение к средствам, оно приводит к тому, что забывается цель. Цель – это возвращение в землю Израиля, цель – это построение храма, цель – это возвращение живого божественного, ощущение живого божественного присутствия в среду сыновей Израиля, заповеди – это средства. И если соблюдаются заповеди, и даже с полной самоотверженностью и готовностью отдать свою жизнь, чтобы не нарушить запрет, тем не менее, вспыхивает гнев Всевышнего. Настолько, что в том же трактате Сан-Инин говорится, что когда сыновья Израиля склонились перед золотой статуей, которую построил Новохудный царь через год после разрушения храма, вспыхнул гнев Всевышнего, и если бы не хана, не мешали Азария, которые пожертвовали своей жизнью ради чего? Ради идеи, не ради конкретной заповеди, а ради идеи, ради того, чтобы сказать, что пророчество о возвращении в святую землю, оно не отменилось, Всевышний не оставил сыновей Израиля даже в Израиле, а все остальные, у них пропала надежда, а хана, не мешая Азария, вернули эту надежду, по крайней мере, заявили о ней перед лицом всех сыновей Израиля, и Всевышний хотел превратить весь мир в ночь, когда посмотрел на хана, не мешая Азария, успокоилось его сознание. Я говорю об этой картине для того, чтобы понять, представить себе диалог сыновей Израиля с пророком. И вот он им говорит, все столы у вас полны неприемлемым, совершенно неприемлемым. То, что организм не принимает, то, что организм выбрасывает, конечно же, это не речь идет не о конкретной пище, это было бы очень просто. Речь идет об идеях, которые распространяются в народе, и именно об этом идет речь. Вот Рина Ривкана пишет нам в чате, сейчас попробуем, я прошу прощения за вопрос, не по теме, но раз вы говорите про Мгелат Эстер, я вспоминал о вопрос, которым я уже давно... Так, это мы тогда постараемся соотнести с этим, как это занятие, или я постараюсь Рине Ривке ответить лично. А мы пока продолжим. Он говорит, все ваши идеи, все ваши идеи, они неприемлемы, они неприемлемы и отвратительны. Они ему говорят, а что ты, кто ты такой, кого ты пришел учить, мы же соблюдаем заповеди исправно. И мы приходим в храм, и мы приводим, и мы приносим там жертвы. Ты уже нам сказал, что ваши жертвы не принимаются Всевышним, что омойте свои руки. Ты нам говоришь, что наши жертвы, тот, кто зарезает быка, он как бы приносит некошерное. Почему некошерное? Потому что мы себя не так ведем, что ты, грубо говоря, морочишь нам голову. Кому ты обращаешься? К младенцам ты обращаешься к людям, которые много учили, много понимают, соблюдают закон, понимают, что такое ритуальная чистота и нечистота. Кому разъясняет, да, кому он учит по знанию, кому разъясняет услышанное пророчество свое, кому он разъясняет, младенцам, облученных от молока, уметых от груди. Ибо повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там. Это то, что мы с вами постарались обсудить. Мы живем правильной, размеренной жизнью. Мы встаем с утра, и мы исполняем заповеди. Мы заворачиваемся в цицит, мы одеваем тфелин, мы правильно зарезаем скотину, мы едим кошерное, мы произносим нужные молитвы, и мы делаем все кавли-кав, вот черте к черте, повеление за повелением, цавли-цав, кавли-кав. За повеление за повелением исполняем, каждый день у нас есть разменный образ жизни. Вот, пожалуйста, есть книжка, она называется «Еврейский образ жизни». Там начинается как бы вот от рождения и до кончин человека, чтобы все жили до 120 лет. Ну, вот здесь написано, человек рождается, ему делают бритмила, все законы бритмила, вот потом он растет, вот в 13 лет он принимает на себя обязанности исполнять заповеди, потом у него хупа и так далее. Все очень хорошо, все очень хорошо расписано, да, и вот, и мы исполняем повеление за повелением и идем, переходим от одного к другому, да, немного тут, немного там, да, немного тут, немного, немного тут, немного там. Тут вспоминается, конечно, легавритская, пушкинская, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, образованием, слава богу, у нас немудрено блеснуть, и вот, это немного, здесь немного другое, да, вот зачем, зачем куда-то лезть, зачем куда-то залезать в глубину, зачем накручивать одно на другое, да, у человека должна быть нормальная, размеренная жизнь, да, вот, и, да, и это, безусловно, все правильно, да, но пророк берет планку и поднимает куда-то ее выше и говорит о том, что один человек, два человека, часть народа, они могут устроиться так, да, но народ таким образом устроиться не может, да, Бе-эйн-хазон-и-фра-ам сказал Шламо, Амелик сказал, царь Шламо, если нету видения, мечты какой-то, какого-то взгляда будущего, да, разбредается народ, да, распадается народ, да, это посылка царя Шламо в Мишли, то же самое, то же самое слышится и, то же самое слышится и здесь, да, и вот, и если мы параллельным переносом перенесем эту ситуацию на более позднее время, которое мы обсудили нам дела от Истер, я думаю, что мы почувствуем и поймем, о чем идет, о чем идет речь, да, и постараемся, да, то есть, если бы, скажем, эти строки прозвучали в, они наверняка прозвучали, наверняка их изучали, и в поколении Истер и Мордыхая, то они бы были поняты примерно так, как мы понимаем, праведными людьми, да, посмотрим, как они звучат в поколении Ишаяу, посмотрим, как они звучат для нашего поколения, попробуем, да, вот, не обещаю, но попытаемся, да, и пока мы, скажем, разбираем вот структуру, пытаемся понять, что написано, ибо речью запинающейся и языком чужим будет он говорить с народом этим, да, люди эти, которые говорили заповедь за заповедью, ступенька за ступеньку, немного тут, немного там, они говорят, да, ты скажи четко, что ты хочешь, все твои посылки, они расплывчатые, неопределенные, вот мы тебе открываем шулхана рух, да, и читаем, да, должен каждый человек встать утром и укрепиться как лев и бежать быстро как ладь для того, чтобы исполнять волю, волю Всевышнего, да, вот здесь написано, встал утром, пошел от одного к другому, омовение, омовение рук, благословение, молитва, да, оделся, пошел на работу, вот, пришел с работы, и так, и так каждый, так каждый день, вот, это все четко, а ты что хочешь, что ты хочешь, объясни, объясни нам, да, и тут очень трудно объяснить, да, потому что для того, чтобы передать свой, скажем, внутренний опыт, нужно говорить с людьми, у которых есть похожий опыт, а когда у людей нету духовного опыта, и они не ищут этого духовного опыта, и у них нету ощущения, нету ощущения того, что что-то не хватает, говорить с ними очень трудно, да, вот, скажи нам, скажи нам конкретно, конкретно, что ты хочешь от нас, а ты говоришь каким-то языком, похожим на язык чужого народа, у меня был такой, у меня был такой опыт, да, я, скажем, в Ешиве у меня был урок на такие темы глубокие, скажем, касающиеся структуры духовного мира, да, и вот я советовался с Рошьей Шивы, с главой Ешивы, вот, и решили, что нужен такой урок, и вот я пытаюсь объяснить, и вдруг мне из-за аудитории говорят, и в ритоговорящая аудитория, из-за аудитории мне говорят тахлис, да, тахлис это такое ивритское слово, кто знает, да, но короче, да, в чем суть, чего хочешь, да, вот в этом все вложено в одно это слово, тахлис, да, то есть и я как-то, да, я остановился, и больше к этой теме не возвращался, я понял, что, скажем, многие моменты, которые пытаешься, пытаешься осветить из области структуры духовных миров, из, скажем, структуры души, которые тебе важны и понятны, их значение непонятно, их значение непонятно другим, да, и вот то же самое здесь, да, то же самое здесь примерно, да, вот, непонятный какой-то язык, непонятно, чего от нас хочет, у нас все упорядочено, заповедь за заповедью, ступень за ступенью, немного здесь, немного здесь, что ты хочешь, это какая-то иностранная речь, то, что ты, то, что ты говоришь нам, и действительно понять Ешаяху очень непросто, да, если если мы вспомним первую главу, да, если мы вспомним первую главу, то первый упрек Ешаяху, да, который он говорит «Озвует Гошем», оставили Всевышнего, что значит оставили Всевышнего, да, что значит оставили Всевышнего, Ну, значит, это надо понять, надо этим как-то задуматься, не думают о нем, не соотносят свои дела со Всевышним, идут по привычке. И царь Давид говорил, я всегда представлял Всевышнего перед собой. И вот мы можем, если мы на секунду задумаемся, если у нас есть образное мышление, мы представимся, что царь Давид идет, и он постоянно чувствует, что Всевышний смотрит на него. И, скажем, постоянно смотрит на него, чьими глазами, может быть, глазами, ну, хорошо, постоянно смотрит на него. Это очень тяжелое ощущение, конечно, скажем, да, человеку трудно так передвигаться по жизни, когда ты постоянно на себе чувствуешь контролирующий взгляд. А ему, Давиду, было нетрудно, а ему это подходило, он не хотел отрываться от Всевышнего. А с двой божьем оставили Бога. Ну, оставили Бога, оставили Бога. Ну, что такое оставили Бога? Вот берем псалмы Давида, пытаемся себе представить, что, значит, оставили Бога. А не говорим пророку, что ты от нас хочешь, каким языком ты с нами говоришь. То есть, примерно мы как бы представляем, что если бы пророк обратился конкретно к нам, то нужно было бы сделать такой шаг – попытаться представить, что он хочет. А вещи тонкие, все вещи очень тонкие, да, они не укладываются в такие вот понятия – раз, два, пошел, пошел, сделал. Никто не отметает заповеди, никто не призывает не соблюдать заповеди, но жизнь должна быть наполнена внутренним содержанием и должно быть понимание того, что есть цель, да. Во всем есть цель, а цель – это живое ощущение присутствия Всевышнего в жизни, как минимум. Можно сказать, да, можно сказать, пророчество, да. Пророчество не для одного человека, а для всего народа, как мы с вами говорили, когда в народе есть сильный пророк, он возвышает духовный уровень всего народа. Это какой-то отблеск пророчества для каждого. И мы можем вспомнить, сажа с вами, когда, вот, скажем, Ишаяу столкнулся с такими людьми, с таким диалогом, да. И мы можем еще представить себе, попытаться вот одно, то, что он может им сказать – оставили Всевышнего, оставили Бога. Вот. Они ему скажут, ну, что ты говоришь, ну, это же непонятно. Ну, кому? И к кому ты обращаешься? Посмотри, мы люди с большим опытом, и все, да. Он им свое, оставили Бога, да. Теперь, вот, и вот это оставили Бога. Его надо понять как-то, да, через другие источники, через свой опыт, да, попытаться представить себе, да. Да, вот, и если говорить о цели, да, то Ишаяу неоднократно в своих пророчествах рисует цель, общую цель. Напомню вам, напомню вам вторую главу, да, вторую главу. Вот видение, которое открылось Ишаяу, Ишаяу о будущих событиях в Иудее Рушалайме. И, значит, будет в конце дней утвердиться гора дома Бога, вознесется над вершинами всех гор. Мы помним, что он рисует картину, когда все народы приходят в Иерушалайм, потому что ибо из Сиона выйдет Тора, и слово Бога из Иерушалайма, да, приходится прикоснуться со словом Бога и понять его закон для того, чтобы понять, как жить, да. Вот, а это как бы картина будущего, а теперь Ишаяу, не помню, мы концентрируемся на этом или нет, да, он обращается к нам. Есть картина будущего, да, вот так будет в будущем. А он говорит, да, что мы должны сейчас, что мы должны сейчас. Дом Якова, идите и пойдем во свете Бога. Ой, да, головная боль. Вместо простых посылок завернуться в талит, одеть тфилин. Есть кошерное, да, подумать о том, что-то есть на песок, заняться сейчас. Сейчас это совершенно не релемантный для нашего времени темой китниот, гороха и фасоли. Вместо этого он говорит, пойдем во свете Бога. Да, да, не то, что выучите законы, не то, что, да, не только добивайтесь справедливости, пойдем во свете Бога. То, что такое пойти во свете Бога? Это не отбросить соблюдение заповеди, да, а это, если так можно сказать, добавить цель. Обязаны представить себе, какой свет Бога, как бы для нас, уж для нашего поколения это точно, да, это свет с того конца туннеля, с другого конца туннеля, да, представить себе, да, представить себе свою связь с Богом в том плане, как свет он всегда связывает, да, вот, и как будто из будущего приходит свет, да, и затрагивает нас, да, и давайте, давайте пойдем, соотносясь с будущим. Вот он нам представил будущее. Все народы приходят, приходят к Иерушалаим, чтобы услышать слово Бога. Так давайте, давайте мы пойдем в этом плане, да, в этом плане, в плане задачи исправления всего мира. Давайте мы пойдем сегодня, да, вот, значит, как пойдем? Во-первых, очень важно само желание. Как мы с вами говорили, неоднократно морал говорит, что предмет находится там, куда он движется, а человек находится там, где он хочет быть. Если ты, по крайней мере, задумываешься о цели, то уже вся жизнь становится другой. Если у тебя нету этой цели, да, большой, высокой, да, опять же можно говорить не об одном человеке, а обо всем народе, да, естественно, что каждый должен являться частью народа и каким-то образом соотноситься с этой целью, да. Если у тебя нету этой цели, то все, в конце концов, развалится. Блеет хазон, эфра, ам. Без мечты, без видения будущего развалится народ. Дом Якова, идите, пойдем в свете Бога. Ой, ну что ты говоришь, да, лишняя, лишняя головная боль, да, какой свет Бога, какое там будущее, когда придут народы, вот, придут народы к храму и горе, какая там ответственность за весь мир, да, о чем ты говоришь, да. И в качестве еще примера, что такое, скажем, да, то, о чем мы говорим, как бы основной момент, вокруг которого мы, так сказать, вращаемся, ца в лица в кавле кав, повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, немного здесь, немного там, да, можно представить себе, вот, что происходит сегодня и насколько опасные ловушки, которые возникают на каждом этапе, на каждом этапе есть какая-то ловушка, как мне представляется. Я не уверен, что я брав абсолютно, но мне представляется так. Вот сегодня, да, проделана величайшая работа по, скажем, распространению знаний о храме, да, и, слава Богу, как-то это желание построить храм, а жило, да, в людях. И многие поднимаются на храмовую гору, да, но мне кажется, что если бы пришел Ешаягу, он бы сказал то же самое, да, он бы сказал то же самое. Ну, что это у вас такое, чуть там, чуть здесь, да, в каком смысле, в каком смысле? А какова цель храма? Храм же – это не самоцель, это же не здание. Цель храма – это возвращение пророчества, возвращение живого ощущения Бога на земле Израиля. Это цель храма, чувственное восприятие Всевышнего, ощущение то, что он здесь, рядом, недалеко с нами. Как есть заповедь прийти в храм для того, чтобы увидеть Всевышнего. Понятно, что не увидеть Всевышнего, но ощутить его присутствие рядом настолько же ясно, как будто ты его видишь. Это цель храма, да. И, опять, да, мы говорим о том, как надо правильно приносить жертвы, о том, как надо правильно исполнять заповеди Йом-Кипу, о том, как правильно надо сжечь красную корову, о том, как найти ее и проверить все волоски у нее и так далее, да, у нас убегает, у нас убегает смысл и цель. В каждом-каждом действии надо принести смысл, искать смысл или, иными словами, можно сказать, искать Бога, потому что искать смысл – это искать Бога, не уходить в формальности, да. Вот, скажем, да. Не уходить в формальности, да. То, Мьякова, идите и пойдем во свете Бога. Ну вот, теперь ломай голову и постарайся соотнестись с этим, что такое совет Бога. Это гораздо сложнее, чем просто, грубо говоря, накручивать Филип. Это, скажем, мы соотнеслись со второй главой на будущее и призыв к дому Якова сегодня идти в свете Бога, в свете, который пробивается с того конца туннеля. То есть поставить цель и соотноситься с этой целью. Вот, и, да, я теперь, давайте вернемся, да, сейчас как нам сделать, какой нам шаг сделать дальше. Вот, еще посылки Ишаяу, о которых можно сказать, что ты хочешь от нас, да. Что хочешь от нас, надо понять, задуматься. И не только задуматься, попытаться привнести это, привнести это в свою жизнь, да. Вот, и он в, сейчас я вам скажу, значит, мы занимались с вами двадцать девятой главой, а сейчас мы попадаем с вами в двадцать восьмую главу, да. Преклоните ухо ваше и идите ко мне, слушайте, и жива будет душа ваша. И я заключу с вами завет вечный, как неизменные милости, обещанные Давиду. Да, преклоните ухо ваше и идите ко мне, да. Вот этот призыв Всевышнего, идите ко мне, приближайтесь ко мне. Тоже можно сказать, что он не совсем понятен, но его надо осмыслить, надо как задуматься. Может быть, каждый как-то составит свое представление о том, что значит оставили Всевышнего и что значит идите ко мне. Но оставить это просто без внимания, да, чтобы это повисло в воздухе, не отмахнуться от этого. Ну ладно, да, с кем тут говорят? Мы, Иван, весь шулханарух наизусть знаем доли поперед, это совершенно, совершенно невозможно. Мы знаем, что пророк Схарьяв говорил, шубу алайба и шубу алейхим, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Это призыв вернуться в землю Израиля, опять же, к тем же, кто находился в Бавиле, остался в Бавиле. Еремьягу говорил так, обращаясь к своему поколению, перед разрушением храма, которое далеко отошло от Всевышнего, он говорил так им в четвертой главе, им ташуву, элай ташуву на Израиль, если будете возвращаться ко мне, возвращайтесь, сыновья Израиля, не к кому-то другому, не к тому, как вы понимаете там, скажем, да, постарайтесь понять меня, постарайтесь понять мое желание, и возвращайтесь ко мне, не запутайтесь по дороге, да. Вот, а здесь он говорит, преклоните ухо ваше и идите ко мне, да, стремитесь, стремитесь ко Всевышнему, слушайте, да, слушайте, в смысле, понимайте, да, понимайте, постарайтесь понять, и жива будет ваша душа, да. Вот. Теперь, что, да, что нам здесь важно, что нам здесь важно, все важно, но мы все не успеем, сейчас выделим что-то, чтобы у нас был такой связанный разговор, да, и мы, ищите Бога, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Боже мой, опять о чем Он, о чем Он, да, когда, когда можно, ищите Бога, когда можно найти Его. Ну, во-первых, Бога можно найти всегда, если приглядываться к окружающим событиям, попытаться увидеть в них не случайность, а причинно-следственную связь, да. Но есть моменты, когда его можно найти, Бога, как, например, в шестидневную войну, и это не значит, что только во время шестидневной войны, а это просто глядя на шестидневную войну, да и вообще на всю нашу историю, там искать Бога, там искать Его руку, там искать Его вмешательство в суть событий и те уроки, которые нужно извлечь из этих событий. Уроки извлекать тоже не очень, не очень просто. Все зависит от человека, от его подготовки. Как сказал им Иеремьягу, если будете приближаться, приближайтесь ко мне, да. А есть человек уже запутался, у него даже порыв вернуться к Богу, превратиться в то, что он найдет, упаси Бог, неизвестно кого, да. Со всей своей, как говорят, каждый понимает в меру своей испорченности, да. И здесь нужно действительно искреннее чувство, да, чтобы найти Бога, Его руку, да, руку во всех событиях, особенно в событиях, которые ближе к нам, которые близко к нашему, близко к нашему времени, постараться увидеть проявление божественного присутствия, да, зачем, чтобы научиться жить с ощущением этого, с ощущением божественного присутствия в нашей жизни, чтобы не представлять себе все события случайными, случайными, а стараться их анализировать, да. И даже если, скажем, даже если не получилось, даже если ты ошибся и что-то не так проанализировал, да, одно стремление вернуться к Богу, найти Бога во всем происходящем, оно изменит нашу жизнь. И обязательно Бог поможет на этом пути, обязательно, он откликнется обязательно, как говорят про Авраама, да, что Авраам перебирал весь мир, да, потом он сказал, что вот я вижу, что столица горит, да, что в столице что-то происходит, она горит, вот, и тогда Всевышний ответил, ответил ему, да, вот, он запутался, луна, солнце, там это главное, это главное, да, вот, и потом он сказал, столица горит, не может быть, чтобы мир был без хозяина, не знаю, кто хозяин, но я вижу, ощущаю, что есть хозяин, и Всевышний ему ответил. То же самое, то же самое и здесь, да, воспитывать в себе это чувство, что я, я ищу Бога, я ищу встречи с Ним, я пытаюсь его найти через все, через все события, да. Как Ишаяу сказал в первом своем видении, ему было сказано, кадош, 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 милок, ульгаревский водо, свят, 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 отделен, это не значит, что он не здесь, но он отделен, он здесь не так, как мы понимаем, здесь не в человеческом понимании, и кроме того, милок, ульгаревский водо, вся земла полна его славы, его проявлениями в том или ином смысле, столь явно или не столь явно, земля полна его славы. Ищите Бога, да, оставить, владея, путь свой, и человек несправедливый, и помыслы свои возвратиться к Богу, да, вот, и когда есть ощущение это искать Бога, да, когда ты вспоминаешь о Боге, да, ты перестаешь запутываться в формальностях, да, и гораздо больше вероятность, что ты оставишь плохие дела, да, вот, и несправедливые, несправедливые замыслы и несправедливые помыслы, да, и он помилует его и ко всевидному нашему, ибо он много прощает, и так далее, да, вот, и предупреждает еще немножко именно, или надо остановиться, но сейчас, на секунду, мы попробуем с нами сидеть, да, ибо мысли мои не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои, слово Бога, ибо как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших и мыслей, мои мысли выше путей ваших и мысли мои, мысли ваших выше, как бы, да, ибо как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, а напоит землю, и она рождает, и дает воды, и цветет, и дает семя сеющему, и хлеб тому, кто ест, таково будет слово мое, которое исходит из уст моих, не возвратится, оно ко мне пустым, ибо сделает то, чего желал я, и преуспеет в том, для чего я послал его. Конечно, здесь надо было бы посмотреть на эти красивейшие вещи подробно, но мы хотя бы общий смысл попробуем представить себе, да. И Всевышний говорит, да, говорит, мои помыслы и замыслы – это не ваши помыслы и замыслы, вы их не ухватите, вы их не поймете. Но что? Но что? Мои помыслы – это не абстрактные соображения. Мои помыслы, они конкретные. Они в результате, скажем, моих помыслов, сколько есть цель, нисходит что-то, нечто нисходит, как дождь на землю, и на земле начинает что-то меняться. И вот эти вот изменения, которые происходят, вы можете заметить плоды моих замыслов, вы можете заметить. И поэтому вы уже можете понять мои замыслы. Полностью, не полностью, но вы можете увидеть это движение. Движение милоколярский водо, пополна его слабой вся земля. Здесь я останавливаюсь и очень боюсь, как всегда, что я вас запутал. Сейчас одну секунду, и мы с вами придем к вопросам. Так, я останавливаю share. Я вижу вас всех в виде черных квадратиков, похожих на квадратики Кандинского. Только каждый подписан. Но это не имеет значения, скажем, если есть что-то, что обсудить, высказать свои соображения, пожалуйста, я очень, можно сказать, слезно вас прошу. Давайте, не стесняйтесь, каждый говорит то, что он думает. Можете сказать, что ничего не понятно, можете ругаться, все будет нам на пользу. Пожалуйста. Если кто-то хочет, то можно включить микрофон и озвучить вопрос. Вот мы смотрим пока чат. Вадим пишет. В критике пророков по отношению к народу главная идея, что народ тяготится присутствием Всевышнего. Они все время платятся, пятятся от служения, от исполнения законов и так далее, и тому подобное. Почему храм, присутствие Ашемы в среде народа имеет такое негативное обременительное воздействие? И вопрос правильный, глобальный. Мы много раз обсуждали это, что есть такой момент, когда человек не понимает истинных ценностей, ему, ну, если не тяжело, то тяжеловато со Всевышним. И для кого-то это, для кого-то раскрытие божественного присутствия в радость, для кого-то оно в тягость, по идее, для еврейской души оно должно быть в радость. Мы все получили колоссальный потенциал, вот в тот день, к которому мы приближаемся, день Песоха, мы получили колоссальный потенциал. Значит, все казни, которые, наказания, которые были, обрушились на Египет, они были двоякого плана. Они были наказанием для египтян и благословением для евреев, наказанием для поработителей и благословением для порабощенных, претерпевших столько страданий. Помним, вода превратилась в кровь для египтян, для евреев она осталась водой. Темнота была темнотой для египтян, а у евреев, как сказано, во всех домах был свет. Итак, каждое и каждое наказание мы видели, что и град и мор обошли стороной евреев. И теперь мы походим к последнему удару – это наказание первенцев, казнь первенцев. Я сейчас не вдаюсь во все подробности, хочу только сказать, что если у первенцев была забрана жизнь, когда Всевышний прошел по Египту, то у сыновей Израиля жизнь, она добавилась, жизненные силы, возможность соотноситься со Всевышним, ощущать и понимать его, по крайней мере, насколько это возможно. Эти моменты добавились нам. То есть для египтян была смерть. Не будем радоваться, и ни у кого нет смысла, какого смысла есть радоваться. Просто, чтобы понять, что происходит, для них была смерть, для евреев была жизнь. И так оно и продолжается. Божественное присутствие раскрывается. И раскрывается сильно, не так, как для других народов. Еврейский народ вообще просто соотносится со Всевышним, с конечностью. Живет как-то с ним, несет это в своей среде. Тоже другие народы вообще не могут. Но когда оно божественное присутствие раскрывается, то многим людям становится тяжело. Мы это видели и в пустыне. Некоторым тяжело отказываться от своего дурного желания. Как это видно в истории со змеем в пустыне. Ман не нравился. Почему ман не нравился? Потому что ман убирает дурное желание. А ты хочешь? Ты хочешь хотеть. А ты смотришь, ты уже совсем не хочешь ничего такого низменного, примитивного. Кажется, что ты теряешь жизнь. Становится тяжело. Так что соотношение со Всевышним, приближение ко Всевышнему – это дело не такое простое. Но у нас нет выбора, как очищать свою душу и понимать то, что Всевышний повсюду. И то, что мы с вами говорили, что есть такой парадоксальный момент, что кажется, что чем больше человек приближается ко Всевышнему, тем он больше теряет себя. Это не так. Чем больше человек приближается ко Всевышнему, тем он больше обретает себя. Но это надо понять. Это надо прочувствовать, что ты создан по образу и подобию. И нету страха служить Всевышнему. Нету страха приближаться к Нему. Есть страх отдаляться от Него. Это другое дело. А страха приближаться ко Всевышнему – это нет. Это надо осознать, это надо продумать, это надо проговорить. Это то, чем, к сожалению, мы не занимаемся. Отсюда вытекает весь ваш вопрос. Бальзам на душу. Вадим пишет. Я получил ответ. Благодарю. Никогда не думаю, что можно как-то донести мысль сразу, мгновенно. Хорошо. Что-то есть еще спросить? Пожалуйста. Равзаев, добрый вечер. Еще раз. Добрый вечер, да. У меня вот такой вопрос. Человек, я думаю, каждый из нас сталкивался с этим лично, что бывают моменты, когда есть прилив душевных сил, и духовная работа, она дается легко, и контакт со Всевышним, он приносит большую радость. А бывают другие дни, когда все гораздо тяжелее происходит внутренне и настроиться тяжелее. Есть ли у вас какой-то совет, да, как все-таки стараться эти переходы делать плавнее? Да, я очень рад. Мы с вами начинаем говорить о конкретной духовной работе. И здесь прежде всего нужно отметить, что духовная работа, она никогда не бывает ровной. Да, скажем, это устроено таким образом, что человек идет, идет, поднимается, потом он доходит до какого-то рубежа, застревает, ему тяжело. Он перестает осещать прогресс, движение. Ему кажется, что он падает назад, да. И это чувство бывает очень острым, его не нужно пугаться. Нужно понимать, что есть какие-то рубежи, которые человек преодолевает. Большие мудрецы не всегда справлялись с этим состоянием. Известно, что, скажем, предпоследний Любавический Рэбби он встречался с Фрейдом. Ездил с Фрейдом, просил вытащить его из депрессивного состояния. Вот хабанники это вам не расскажут, но это исторический факт. Она ни в коем случае не умаляет достоинства, а помогает нам понять, что даже у людей очень высокого уровня бывают такие остановки в пути. Это совершенно неизбежно. И нужно просто постараться осмыслить, переосмыслить то, что ты уже проделал. Может быть, ты очень быстро пошел. Рамбам говорит, что в духовных делах нельзя очень быстро двигаться. Можно за год или за семестр подготовить сложный курс математики, издать его и даже что-то действительно понять и разобрать. На духовных делах это так не работает. Здесь нужна остановка, здесь нужно осмысление, и поэтому ничего не нужно, не нужно пугаться. Есть разные периоды в жизни. Нужно остановиться и подумать. И то, что мы как раз сегодня с Ишаягу говорили. Дершу Гошемба им отцов. Ищите Всевышнего тогда, когда он находится. А когда вдруг почему-то перестает находиться, не пугайся, не отступай и возьми паузу, измени тему и дальше будешь двигаться вперед. Но это такие советы, которые касаются одного человека. Мне бы хотелось, чтобы мы не забывали о том общем плане, о котором мы говорили. Большое спасибо. Розей, вопрос можно? Да, пожалуйста, пожалуйста. Мы перед Пейсихом, да? Евреи в Египте, в первом Галуте, они помнили завет Всевышнего Савра. Что пройдет время, и мы вернемся. И второй, связанный с этим вопрос, второй. Значит, в Гошине народ расплодился и растворился. В основном в египетском. Алис только Леви или дети потомки Йосефа тоже? И кого? Что можно здесь сказать? Помнили ли? Когда мы с вами читаем Медрашим, и там говорится, что не меняли одежды, не меняли языка, не говорили на гибетском языке, делали обрезания и так далее, то это речь идет только о всегда Медрашим, такого исторического флана, речь идет о части населения. Когда говорится, что делали обрезание, имеется в виду, что кто-то делал обрезание, и это было важно и существенно для всего народа. Не меняли имена. Кто-то не менял имена, потому что мы с вами видим, что говорили мы с вами об этом, что Аарон, Абрам, Мирьям, Бенхас, это все египетские имена. Как же не меняли имена? Меняли. Кто-то не менял имена. И это было важно для всех, потому что когда мы, поэтому когда вы говорите, помнили или не помнили, нужно представлять себе, что есть разные слои населения, которые живут в разных условиях и у которых разная историческая память и разное соблюдение приверженности, разная степень приверженности традиции. Поэтому невозможно всех характеризовать одним как-то моментом. Вы помнили или не помнили? Все по-разному. Важен результат, важен, кто за кем потянулся. То, что важно в этом плане, то, что вы говорите, что в Египте был пророк Аарон. Что значит пророк? Он ходил среди людей, поддерживал их, напоминал им о том, что они народ избранный, то, что будет возвращение, вот он им об этом, обо всем напоминал. И как бы можно судить, можно судить по результату. Было кому выйти, скажем, люди вышли, вышли те, конечно, люди, у которых были какие-то представления, которые сохранили, которые представления, даже те египтяне, которые вышли, это были не случайные люди. Это были те люди, на которых повлиял Иосеф в свое время. Он оторвал их от этого упаковства, поселил в отдельных городах. И в основном эти египтяне, они и вышли с сыновьями Израиля. То есть, если бы как бы посмотреть на определенный момент, то мы видим, что какая-то духовная работа была, какие-то представления у людей были, и в нужный момент это сыграло роль. А сказать да и нет, делали обрезание или нет. Кто-то делал, но мы видим, что была заповедь, кровь обрезания смешать с кровью прасхальной жертвой, помазать косяки дверей, значит, далеко не все делали обрезание. А перед Песхом надо было сделать обрезание. И так далее, и так далее. То есть, это целая как бы картина. Картина очень сложная. Определите. Мы видим, что все колена катились в разных условиях. Не случайно они потом и были такими разными. Мы не знаем точно, в каких они условиях находились, но по результату мы видим, что по тому, насколько они были разные. Мы понимаем, что они находились в разных условиях, в разной степени сохраняли традицию. Как, насколько, и так далее. Вот про то, что вы говорите, земля Гошин, можно представить себе по-разному. Как бы такое наиболее общее представление, что земля Гошин, там остались левиты, они там пасли скот, они жили отдельно. Все остальные колена, они должны были бы жить в земле Гошин, но они расползлись оттуда по всей земле, по всей земле египетской. Вот примерно как бы то, что можно сказать. Ведь и Мале Арыцу там наполнилось ими земля, как говорится в книге Шмот, да, все расползлись из земли Гошин. Окей. Спасибо. Ладно, хорошо. Давайте мы закроем наш форум. Я постараюсь ответить на вопрос Рины Рифке в плане, вот я прямо сейчас его сниму себе, постараюсь ответить на него. А пока мы закроем с вами форум. На всякий случай желаю всем хорошего Песоха, продуктивного исхода. И, как всегда, большое спасибо Натану. Я не знаю, как он выдерживает все лекции, но в любом случае. Спасибо. Окей. Техническое замечание. Следующее занятие у нас, естественно, не будет, потому что это Эра в Седер Песох. Всех поздравляем изначально с Песохом. Окей. А через занятие у нас будет... А, так это тоже седьмой день. Да. Ну, это отдохнем уже. Окей. Значит, два раза у нас вылетает. Ну, слушайте записи, спрашивайте вопросы в Телеграме и так дальше. Хорошо? Да, давайте. Хорошо. Всем-всем наилучшее положение. Большое спасибо. Всем пока. Счастливо. Спасибо. Простите в СМС. Пока.